визитная карточка любого уважающего себя человека являются руки но даже такая обычная процедура может стать небезопасной для вашего здоровья когда я начала готовиться к этому эксперименту мне было интересно почитать что же пишут на форумах о салонах в одессе то что вы увидите дальше меня просто шокировала не рекомендую салон последний раз занесли инфекцию так что ноготь удалял хирург да что тут отзывы я сама наткнулась на криворукого мастера и повредила свои ноготки вот и я столкнулась с боли в ноготочках последствия того что мне неправильно обрезали ногти на ногах теперь страдаю пройдусь по салонам нашего города и проверю придерживаются ли мастера санитарных норм экспресс маникюр на таирова посмотрим насколько быстро а главное безопасно сделают нам маникюр иду не одна а со своим агентом знакомьтесь привет а вы крестину на вас а можно у вас узнать это материалы с которыми вы будете со мной работать вы этими инструментами будете меня делать маникюр как бы они обработаны обработали обработали полчаса были в химическом растворе вернидор называется шарики знаете просто я слышала что эти шарики они как бы не просто я знаю что эти шарики они уже запрещены как бы в использовании вы извините но я пожалуй откажусь до твои эмоции я мы эмоции в первую очередь негативные вот серьезно понимаешь ты садишься здесь как бы перед тобой ставят лоточек с инструментами непонятно откуда она его достала где она его вообще взяла она просто поставила перед тобой это небезопасно а вот что пишут про глаз перленовый стерилизатор инструмент погружается не полностью неизвестно нагревается ли до нужной температуры не котируется среди мастеров и вызывает недоверие у клиентов иду в студии маникюра который находится в торговом центре афины здравствуйте я на 14 на 13 30 100 гривен у вас маникюр сухожари мы проживут и он не дали где был он не так это что специальные растворы а а у вас одноразовых пилочек нет это одна это же не одноразовая пилочка это шкаю лишь лишь кем-то кому-то уже пилили ногти как бы да а можно одноразовую пилочку ну я могу заплатить и не мешают волосы нет я привык вот этот крафт пакет кстати вот это означает что она прошла все это не стерилизации и там еще кружочек до должен быть другим цветом а если он не прошел стерилизации он такой будет насыщенный теле цвет китарные книжки у вас есть у всех девочек проходите именно медкомиссию да да как часто раз в год спасибо медицинскую книжку есть это старый наташенькина книжка она делается до свидания делюсь впечатлениями плюсы мастер достала при мне инструменты из крафт пакета индикатор был правильным и это говорит о том что в принципе в этом салоне придерживаются стерилизации и это конечно же радует поэтому я доверила свои ручки мастеру и сделала манитюрчик красивенький без порезов минусы у мастера не оказалось медицинской книжки также она не надела шапочку и не было некомфортно потому что ее волосы ласкали мои пальчики в прямом смысле этого слова и не было одноразовых пилочек но я настояла на своем и мне купили инструмент обошелся мне 20 гривен я забрала пилочку домой я специально сделала неглубокий маникюр чтобы пойти еще в одно место сеть парикмахерских просто стрижка маникюр можно сделать представляете можно хорошо нам повезло насколько стоит у вас маникюр ой у вас инструменты это уже обработаны но я боюсь но вы просто расставили инструменты и говорите что вы их дезинфицировали что вы не хотите вы боитесь конечно боюсь а чем вы будете их дезинфицировать так это ходе это просто мне дома такой что вы неправильно обрабатываете инструменты неправильно ну а как вы покажите как вы обрабатываете ну вот переубедите меня чтобы я как клиент там волосочек вывод как мастер вы понимаете что это просто ну это просто жесть ну нам другого ничего не представляю тогда что я должна сделать не работать здесь нас а если а если я после вашего визита не знаю заражусь гепатитом не было еще таких слава богу потому что вы не знаете девушка спасибо вам конечно ну что я могу сделать эти меры какие-то до свидания хочу поделиться впечатлениями о сети парикмахерских просто стрижка просто маникюр действительно у них все просто и не безопасно с трудом нахожусь сейчас слова описать то что я сейчас пережила к клиент стерилизации и дезинфекция вообще в этом салоне и не пахнет мастер при мне брызнула антисептиком на салфетку и протерла инструмент без всякой обработки понимаете что это очень и очень опасно и такой мастер может сделать вас инвалидом при этом не отвечать за свои деяния по каким признакам определить что все стерильно в салоне нам расскажет квалифицированный мастер главное вот когда человек заходит в салон что он должен увидеть что должно быть чисто то есть все поверхности должны протираться после каждого клиента с чего начинаем обработку инструмент закладывается в раствор каждого надо менять я меня каждый день сколько здесь должен находиться инструмент 20-30 минут потом мы достаем с этого раствора и должны произвести чистку точная водой щёточкой до смываются частички кожи потом после этого что ванночка специально с раствором таким же самым сколько должен находиться минут 20-30 после ультразвука или после того как помыли щёточкой его надо просушить обязательно этот инструмент только потом складываю крафт пакет а что вот это за индикатор это индикатор показывает что он обработан то есть он сначала вот такого цвета потом он становится вот такого еще бледненький он прошел термическую обработку запечатаны все запечатаны и даже должен открыть до приклеить так что это за инструмент такой это сейф нет это не сейф это сухожар вот вот эти полочки куда укладываются все вот эти крафт пакеты и потом 60 минут он идет обработку диода дезинфекция потом идет чистка а потом идет стерилизация до этого это уже не обработка я побывала в трех салонах и все не находятся в разных районах нашего города но ни в одном салоне не придерживаются санитарных норм и это нарушение друзья будьте предельно аккуратны к своему здоровью и не стесняйтесь переспрашивать мастера как именно он обрабатывает инструменты помните это ваше здоровье